Около 950 человек остаются в Торецке Донецкой области. Об этом сообщил глава городской военной администрации Василий Чинчик. По его словам, возможностей эвакуироваться из города все меньше. Вывозить местных жителей становится сложнее с каждым днем. Враг реально отслеживает небо, и любые передвижения по территории общины воспринимаются им как наступательные действия, как попытка захватить их позиции. Враг, используя FPV-дроны, артиллерию пытается уничтожить передвигающиеся по общине транспортные средства. Это были нередкие случаи, когда страдали эвакуационные автомобили. Бронированные автомобили, которые занимались эвакуацией мирного населения. Василий Чинчик, глава Торецкой городской военной администрации, в интервью украинским журналистам. Тем временем на фронте, в частности на Харьковском направлении, российские солдаты пытались наступать под Волчанском, но получили отпор. На Торецком направлении были атаки возле Торецка и Щербиновки. На Покровском направлении силы обороны отразили атаки противника у Променя и Вишневого. Наиболее сложной остается ситуация на Кураховском направлении. Там происходит половина всех боестолкновений. Захватчики активно пытаются продвинуться в районах Волченки, Острова и Антоновки. На сегодняшний день российским оккупационным войскам в районе Покровска, Кураховска направлений и так далее не удалось иметь таких прорывов. Да, они продвигаются. Тут можно использовать совсем другую терминологию, но факт остается фактом. Мы, когда вынуждены под их давлением отходить на другую позицию, мы формируем у себя за спиной новые линии обороны и новые рубежи. То есть даже оставляя позиции, отходя, мы переходим на уже подготовленные позиции. То есть нас не выбрасывает куда-то далеко в тыл, где не за что зацепиться, где нет подготовленных линий обороны. Российские войска незначительно продвинулись к северу от Курахова. На остальных направлениях в Украине линия фронта не поменялась, сообщает Институт изучения войны. Аналитики также зафиксировали продвижение как российской, так и украинской армии в Курской области. ВСУ незначительно продвинулись в лесной местности возле погребков, а российские солдаты вдоль улицы села Новоселовка. Также аналитики пишут о множественных атаках российской армии на Волчанском, Купенском, Кременском, Угледарском направлениях. Но подтвержденных изменений на линии фронта нет. За последние месяцы противнику удалось продвинуться. В общем-то, значительно имеет определенный место темп наступательных действий. На отдельных направлениях ему удалось захватить наши опорные такие районы, как в районе Угледара, в районе Селидово, например. И идут интенсивные бои на ряда направлениях, то есть вокруг Купенска, вокруг Часовая Яра, Курахова, Покровская. Последнее время сосредотачиваются на Ореховском направлении, на Запорожье. Тем временем разведчики продолжают ликвидировать российские подразделения в Харьковской области. В частности, воины полка Калиновского уничтожают российских оккупантов огнем из гранатометов МК-19, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Российская армия начала использовать ранее заброшенный запасной командный пункт Черноморского флота. Он базируется во временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщает партизанское движение «АТЭШ». Их агенты обнаружили там наличие военных, техники, блокпостов, замаскированных БТРов, а также вооруженные патрули. Потери российской армии в войне против Украины превысили 699 тысяч. Такие данные сообщает Генштаб ВСУ. За минувшие сутки армия агрессора недосчиталась более тысячи своих солдат. Также украинские военные уничтожили 12 танков, 36 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем. Кроме того, силы обороны Украины сбили 70 БПЛА, крылатую ракету и поразили 47 единиц автомобильной спецтехники и цистерн с топливом.